Ежегодно 25 января в Краснодарском крае, как и по всей России, отмечается День российского студенчества. Этот праздник в студенческой среде один из самых популярных. И для нашего города его празднование очень актуально, потому что Славянск на Кубани по праву называют городом студентов. Лучшие представители славянского студенчества из филиала Кубанского государственного университета, сельскохозяйственного и электротехнологического техникумов, а также техникума экономики и права, в преддверии своего любимого праздника, были приглашены на торжественный прием к главе Славянского района. Эти молодые люди считаются гордостью своих учебных заведений. Они отлично учатся, активно участвуют в общественной жизни. Роман Синеговский сердечно приветствовал студентов, отметив, что трепетно относятся к студенческой паре, которая закладывает настоящую основу всей будущей жизни. Я вас поздравляю с вашим праздником. Желаю вам творческой энергии. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь что-то в жизни менять, потому что вы молодые, вы активные, вы нацелены на результат. Это самое главное, как говорится, в жизни найти себя. Если ваша работа станет вашим подбелем, значит вы попали в десяточку. Поэтому я бы хотел, чтобы вот все у вас в жизни получилось. Председатель Совета Славянского района отметил, что в нашем городе для студентов открыты все двери, чтобы они могли заниматься спортом, участвовать в культурных мероприятиях. Я хочу вам пожелать, чтобы вы в эту пору прожили ярко, чтобы насыщена была ваша жизнь, чтобы вы были любознательны, потому что вот то, что вы сегодня приобретете, оно пригодится вам во всей вашей жизни. Затем начальник управления по делам молодежи Олег Смольников представил каждого из пришедших на прием, рассказав не только о достижениях в учебе и общественной жизни, но и о родственниках, которые основали семейные династии и вдохновили своих детей и внуков на их продолжение. Заместитель главы Славянского района Виталий Титаренко поблагодарил приглашенных за огромную работу, которую они проводят в молодежной среде. Многие полезные инициативы получают поддержку. Получают гранты нашего губернатора, участвуют в различных конкурсах. Буквально недавно у нас в федеральном конкурсе наш ВУЗ тоже занял призовое место. И во всех направлениях, где есть наше студенчество, у нас очень хороший рейтинг и очень высокий уровень развития именно конкурсных направлений, инновационных практик и так далее. Поэтому дерзать, добиваться результатом. Ребята получили возможность рассказать о своих заботах и радостях, чем они и воспользовались. Руководство района и все собравшиеся с интересом выслушали студентов. И вот, наконец, наступил самый торжественный момент. Благодарственными письмами за активную жизненную позицию, успехи в учебе и участие в общественной жизни были награждены все приглашенные на прием. Каждому из них вручили и большую книгу о Славянском районе. Мы взяли интервью у награжденных. Они рассказали о возможностях для всестороннего развития в своих учебных заведениях. Существуют различные волонтерские отряды, различные студенческие отряды. Также существует студенческий совет, в котором активные люди, которые привыкли заниматься активной жизнью, могут творчески проявить себя, показать все свои таланты, все свои умения. Поэтому в нашем техникуме, конечно, можно проявить себя как личность. Можно петь, танцевать, заниматься театральным искусством, исторических очень много клубов. Это очень интересно и очень познавательно. Мы развиваемся и получаем новые знания, можем участвовать в социальных проектах и программах по всему городу и вообще даже по стране. Я считаю, что я получаю великолепные знания в нашем университете и что это очень важные знания. Человек всегда должен быть юридически и экономически подкован. В школах сейчас, к сожалению, преподается только общество знания. Хотелось бы разделение на экономику и право, чтобы будущее молодое поколение могло о себе позаботиться с любой стороны. Мы делали дом-ремонт, то есть это понятно всем. Меня это заинтересовало. Я решила поступить в свой славянский техникум. Мне понравилось, меня тоже взяли на волоскиллс. И поэтому я решила, что буду дальше продолжать. Я на этом, конечно, не остановлюсь, я пойду на высшее образование. Да, за этими молодыми людьми и девушками будущее. И если у них в жизни все получится, а все так, конечно, и будет, в выигрыше будет все общество. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует...